Здесь поют дамы без комплексов, с большой душой и красивыми глазами, так что исполнители мужчины теряют голос. Практически конкурс красоты, каждая на кублуках и в мини-юбке. Среди таких конкуренток надо суметь выделиться. Ника Никитин объясняет, что очень хочет победить в проекции. Во-первых, ей надо поехать в Москву, а во-вторых, ищет подходящее место работы. Ну, потому что, наверное, я особенная и безработная, мне работать надо, я решила стать артисткой. Несмотря на то, что кастинг начался всего 10 минут назад, в фойе культурно-развлекательного центра очередь почти до самого выхода. Атмосфера напряженная. Кто-то распевается, а кто-то наоборот. Слишком суров и концентрируется на предстоящем выступлении. Репортер просит одного из участников исполнить что-нибудь на камеру. Сначала претендент на победу в кастинге Алексей Грызлов отказывается, объясняет, что сейчас распугает конкурентов и тут же начинает голосить на весь холл. Молодой человек, уже состоявшаяся самарская звезда. Он и клипы снимает, и сам песни пишет. Этот проект для него почти подарок судьбы. Я хотел на следующий год ехать на этот проект в Украину, а когда узнал, что он приехал в Самару, сразу же решил, что пойду. Но исполнением своих композиций здесь никого не удивишь. Поражать участники кастинга планируют не только своим голосом, но и харизмой. По признанию моих слушателей, мой голос трогает их до слез. Вроде бы как конкурс все-таки попсовой музыки, я собираюсь исполнять металл-композиции. По правилам проекта, журналистов попросили остаться в фойе и не разрешили снимать прослушивание. Все проходит за закрытыми дверями. Отслушивать и отсматривать всю эту толпу будут несколько человек. Два вокалиста и хореограф из Москвы, а столичное жюри финального этапа конкурса пока неизвестно. Разрешено исполнение акапельно, приветствуется даже. Разрешено исполнение под минус, разрешено исполнение под аккомпаниатор пианино или гитара акустическая. Мы пока даже не заходим в зал, потому что там жюри, там у них таинство, и они сейчас только начинают отбирать. Я думаю, что однозначно кто-то из Самары понравится, потому что людей пришло достаточно много, вот несколько человек уже к самому началу кастинга, и мы уверены, что будет успешно. Прийти и спеть могут те, у кого есть российский паспорт. Артист может голосить, если ему исполнилось 16 лет. На то, чтобы показать себя со всех сторон, участникам дается всего несколько минут. Жюри может попросить спеть две композиции и даже больше, только ответ, по словам организаторов, будет не сразу. Всем участникам кастинга обязательно скажут, ждите результата, мы вам перезвоним.